Спасибо тем людям, которые у меня есть и выполняют мои просьбы, потому что поддерживают мое творчество. Ведь это видео будет смонтировано и выложено не мною, потому что записывая его, я сейчас нахожусь под препаратами, которые несовместимы с алкоголем, но при этом я их запил доброй бутылкой красного сухого вина. И если ты это смотришь сейчас, то это значит, что меня уже нет и это просто конец веку. Наебал! Как всегда, всех вот взял и наебал. Ну, нет, конечно, суицид это дело хороший, об этом мы сейчас как раз с вами и поговорим. Тем более, не обязательно убивать свое физическое тело, можно просто убить одну из своих, так сказать, личностей, которая доставляет тебе на данный момент неудобства, приносит дурные мысли, которые мешают работать, жить, снимать, ну даже не убить, так, усыпить, вот так, покапать снотворного. А, дядя Данил не будет кончать жизнь самоубийством, он что, дурак, что ли? А, ну, точно не сейчас, вот, там уж посмотрим. Ну, а выпуск у нас, как вы поняли, о самоубийстве, о суициде, поэтому, я думаю, будет интересно. И давайте не будем более томиться в ожиданиях и перейдем сразу к делу. Свет, камера, мотор! Ну, а начну я данный выпуск. Наконец-таки начну со статистики. И статистика гласит, что каждые 40 секунд, кто окончает жизнь самоубийством. Ну, вот, засечем. И пока поговорим. Вообще, о суициде я что хотел обсудить, да, в этом выпуске, то, что есть две позиции, по которой для меня суицид плохой, и для меня суицид хороший. И сначала я разберу позицию, почему суицид плохой. Потому что есть люди, которые заканчивают жизнь самоубийством из-за того, что, ну, 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 мы не умеем жить. Ну, то есть, вот такие вот ребята, да, то есть, которые устали, которых задолбали. О, 40 секунд. Один мерцец есть. Ладно, пофиг. Вот, которые устали, которых задолбали, которые постоянно ноются. Ой, у меня проблемы на работе. У меня мало денег. Меня бросила женщина, которая обещала мне детей. И вообще, я не получаю удовлетворения от того, что я делаю. И мир катится куда-то. И я должен умереть, потому что это не для меня. Да, это не для тебя. И слава богу, что ты умираешь, поканчивая жизнь самоубийством, а не продолжаешь жить. И ныть, что ты такое слабое существо. Понятно, что жизнь не для всех. И вот ты один из них. Гудбай, Америка. Но такие люди, они дискредитируют само понятие суицида. Потому что, ну, блин, я просто слабый, поэтому... И все. А мне суицид нравится. То есть идея суицида мне нравится, потому что главное событие в нашей жизни, это наша смерть. Мы родились для того, чтобы умереть в конечном итоге. И можно просто ждать смерти. А можно сесть на стульчик и прикинуть. Так, я выебал все ваши дырки. Я выпил все ваше вино. Я прослушал всю музыку. Прочитал всю литературу. Просмотрел все фильмы. То есть я получил максимум удовольствия и максимум негатива. Я видел этот мир вообще со всех грани. Я его в буквальном образе поставил на колени и выебал досуха. И мне он больше не интересен. И я не хочу дожидаться старости, чтобы быть дряхлым и немощным. И видеть все то, что я уже видел. Не хочу повторений. Я просто куплю себе мотоцикл, разгонюсь до 250 км в час и врежусь в бетонную стену. Чтобы мой мозг сразу отключился, а органы даже нельзя было отдать больным людям, потому что они все в кашу. Вот это я люблю в суициде. Потому что ты берешь свою жизнь под контроль. Это твое взвешенное решение, когда ты его принял. Да, многие скажут, да нет, в любом случае это проявление слабости. Но нет. Просто вы, значит, не настолько умны, чтобы понять такую позицию. А это просто серьезная позиция. Она не для всех. Да, не для всех. Кто-то там живет только мечтами, там, только одним днем, там, или только своими, там, животными. Нет. У меня вот, например, понимание, как у японских самураев, да. Путь к смерти. Это не значит, что ой, все плохо. Нет, я знаю, что все равно нулю. Но я все равно буду делать, чтобы я буду насыщаться. Чтобы, даже если я решусь на суицид, вдруг, чтобы это было именно взвешенное решение. Не из-за того, что, ой, как все плохо. Так, наверное, там еще 40 секунд прошло, еще даже несколько раз, так что еще кто-то умер. А у меня будет это именно взвешенное решение. Аргументированное. Вот. И вот это мне нравится в суициде. То, что ты берешь свою жизнь под контроль и сам ее заканчиваешь. Ни какая-то болезнь, ни другие люди, ни другие события. Ты, а не твоя религия делает остановку, скажем так. Ну вот. На этом, я думаю, все. Единственный печальный момент для меня, конечно, тут то, что вот, если посчитать, сколько секунд прошло и сколько людей погибло, потому что решились на это, то я уверен, что все они умерли именно из-за того, что, ой, на меня давит мир. Вряд ли за последние даже сутки нашелся человек, который убил себя из-за того, что он просто пришел к осознанию, что, ну, как бы, все, мне тут делать нечего. Ну, поэтому вам я советую иметь свою голову все-таки на плечах. И думать я ни к чему не призываю, просто высказываю мнение. Вот, можете со мной поспорить в комментариях, найти меня в социальных сетях, да и вообще в жизни меня найти и обсудить со мной это. Я открыт к диалогу. Ну, и вам, кстати, советую. Ну, а с вами был, есть и будет всегда Данила Рыжкин, ваш философ с бородой на Ютубе. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дислайк. Пойду все-таки доведу кого-нибудь до этой интересности. Спасибо. 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 Спасибо.